В преддверии школьных летних каникул взрослые всегда стараются предостеречь детей от опасностей, которыми изобилует улица. В зоне особого риска оказываются девиантные подростки или, иными словами, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В Рязанской области уже несколько лет реализуется акция «Подросток», в рамках которой с ребятами из психолого-педагогических реабилитационных центров проводится разъяснительное мероприятие. В этот раз дети не слушали лекции и не смотрели презентации. Они играли. Мы никогда ничего не возьмете. Уходим отсюда. Они меня не уважают, что-нибудь, братцы. Давайте валите отсюда, сказал-то вообще. Вы знаете, я просто помню, когда ко мне в школу приходили и рассказывали так очень сухо о том, что наркотики – это плохо, алкоголь – это плохо. И знаете, для меня это вот, побыстрее бы это закончилось. Сколько это будет длиться. И поэтому, проводя какие-то профилактические мероприятия, я поняла, что надо их сделать более динамичные, живые и внести в них жизни. Потому что говорить – это одно, а прожить и попробовать – это совсем другое. И поэтому решили написать такой проект. Суть сегодняшнего мероприятия, она, наверное, может быть сформирована буквально одной фразой. Нам нужно сформировать у детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, другое отношение к жизни. То есть эти дети достаточно много видели не очень хорошего, может быть, в жизни. Сегодня мы им показываем, как можно противопоставить не хорошую сторону жизни, а хорошей. То есть сегодняшний квест организует Управление наркоконтролю, Управление образования, Центр военно-патриотического воспитания. И здесь присутствуют, проводят его непосредственно волонтеры антинаркотического движения, волонтеры реабилитационного центра. Сотрудники разных ведомств много говорят о вредных привычках. Встречаются со школьниками, читают лекции. В рамках игры «Коридор зависимости» дети в буквальном смысле ощутили, что такое зависимость и как тяжело с ней бороться. Из комнаты счастья ребята попадают в комнату алкоголизма, наркотиков, одиночества, пытаются вырваться из цепких объятий вредных привычек и, наконец, знакомятся с фотографиями тех, кто не смог побороть зависимость. Мы надеемся, что если хотя бы один из детей прожил, услышал и понял, что это не классно употреблять наркотики, плохая компания и сигареты, и то, что это приводит вот к такому помещению, к черным помещениям, потере здоровья и так далее, то, я думаю, мы победили сегодня. Это первое наше мероприятие, оно стартовало в Рязанском регионе, оно пойдет флешмобом по другим регионам России, мероприятие, уже проект пошел в Брянск, Сочи проект пойдет в Москву, он будет проводиться по школам, по детским лагерям, и будем ездить с этим проектом. Организаторы утверждают, важно провести профилактические мероприятия, предотвратить проблему. Бороться с ней гораздо сложнее. Насколько эффективным станет именно такой режим проведения превентивных мероприятий, покажет время. Пока же, горящие глаза детей свидетельствуют об одном. Игра коридор зависимости никого не оставила равнодушным.